ну что друзья всем привет обещал видео отчет о том как отработал севитек какой износ у грузов и всего остального тарелка значит у нас имеет такую блестящую форму то есть по факту ничего износ это у нее стандартный так скажем этот буртик есть который его по форме отливки даже видно чуть ведь что он как это стандартно это не выработка то есть для тех кто будет покупать был вариатор имейте ввиду далее пошли поехали внутренняя часть и даже включу подсветку чтобы было понятно ну здесь минималка движение на слайдеров тоже минималка но я расскажу потом о небольшой хитрости которые я сделал слайдера у нас находится в таком состоянии они не развалились и как у некоторые пишут не разваливаются причина это эксплуатация эксплуатация которая зависит от владельца есть выработку я вижу здесь уже я прошел где-то порядка 600 километров после установки на меня попросили где-то на 500 сделать ревизию но я сделал на 600 руки только дошли до этого но остальная часть я не смотрю и выработка от грузов вот этой части есть так называемое скольжение видим наверняка должны при таком скольжение большому же быть износ грузов ну давайте проверим есть вот такое вот уже потертуюсь на грузах она небольшое она раньше была шершавая помните при нужно гладенькая стала здесь примерно вот так больше всего 1 1 наш разбивается вот эти слайды ручки не к сожалению зараза стоит дорого по поводу веса грузов к сожалению я груза вытаскиваю ничего на них не написано и тяжело определить что там по весу есть вот так вот номер далее значит про хитростью попозже скажу так подшипник у нас то вещи которые в принципе все боятся переживают он очень живом состоянии его даже не снимал я аккуратненько снял платить не колечко в нем было достаточно нормальное количество не прям супер много но достаточно нормальное количество смазки я добавил высокотемпературную смазку буквально немножко мне показалось что и дохрена я добавил но как есть то есть подшипник в хорошем состоянии за этот пробег проблема любых выхода и подшипников этого и строена это причина утопления поскольку допустим большинство находится стоковый выход здесь и соответственно вода попадает туда попадает в вариатор у кого стокового cv-tek и И, соответственно, начинает этот подшипник резвенеть, попадает в она, и он будет клинить. Как определить, выходит или выходит в строй или нет? Это очень просто. Соответственно, когда вращается ведомый шкив, ведущий шкив вращается, ведомый стоит на месте. Соответственно, и ремень тоже стоит. Но если вы заметили, что у вас на холостом ходу, на передаче, начнет уже квадрик катиться, это значит, что вот эта часть уже вышла из строя. И, соответственно, нужно будет менять. Один из таких признаков косвенных. Идем дальше. По износу здесь, в данном случае, у нас ролик есть. Ну, еще чуть поджал, потому что я ремень снял. Щеки в нормальном состоянии. Ну, а что им быть не в ненормальном, если, в принципе, то, извините меня, езжа нормально. Так, по ремню можно понять, в каком диапазоне я работал. Примерно я всегда езжу вот так. То есть, получается, я на максималку еще не выходил, который мог выйти еще выше. Это, то есть, получается, я где-то примерно максимальную скорость, там, 80 км в час, который я достигал, разгонялся от следа от ремня. Остальные, вот в заводском, я прошел все скотч-брайтом. По одной щеке, по второй щеке. Для чего это я сделал? Банально, очень просто, ребят, объясню. Продолжая дальше. Ремень также в каком состоянии. И для чего скотч-брайтом, я чуть-чуть попозже скажу. То есть, вот ремень в таком состоянии. Я его весь помыл. Брал был такого же пылища. В некой ремень у меня стоит 85-й ремень. Ну, потому что у меня вариатор идет от 800-ки. Ну, я поставил, какой был вариатор. То есть, был только от 800-ки. Суть не в этом. Идем дальше. Для чего мы делаем и защищаем скотч-брайтом? Со временем тарелка приобретает зеркальную поверхность. Соответственно, здесь зеркало образуется в неком. Он уже блестит. Видно, как вам. Видите, блеск какой-то. Это зашлифовывается, полируется. Полируется. Это буквально, как вот здесь такой блеск. Он не нужен. Потому что все-таки нужно, чтобы была шероховатость. Чем больше шероховатость, тем, соответственно, хорошее зацепление идет ремня с поверхностями тарелок вариатора. Это достаточно важный момент. У вас не будет проскальзывать ремень. Кто-то может сказать, что я полной херней занимаюсь. Ребята, это ваше право делать так или не так. Но когда ремень у вас лежит на плоскости, он хорошо цепляется тарелками, поджимается. Это очень важно. Делать или не делать, это абсолютно ваше мнение, ваше решение. Я лишь просто рассказываю, что я делаю. Далее, касаясь, значит, хитрости. Я на вот эти грузики, на слайдеры, на вот эти элементы добавляю немножко высокотемпературной смазки. Знаете, как вот добавляю? Это значит, просто так вот прошелся раз, прошелся два. То есть так, чтобы была прям пленочка такая называемая. За счет этого в очень хорошем состоянии вот эти элементы будут использоваться. И я могу сказать, что я проверил этот эксперимент, провел еще на стоковом вариаторе, за счет чего у меня как раз на стоковом вариаторе вот эти слайдеры, когда паук ходит по ним. Вот когда паук ходит по ним, а они, соответственно, такие, выработка, то есть таблеточки, вот эти, они ходят по частям, и они, соответственно, у меня тогда были прям вот в очень в отдельном состоянии, хотя вариатор пробег 4, ну, чуть меньше 4 тысячи километров. Понимаете? И они в таком хорошем состоянии, то здесь я тоже самый эксперимент решил провести и сделать тоже. И, ну, выработки здесь фактически нет. Она видна только визуально, что какое-то на скольжение произведено. Вот. Но нету пальцами, я с вами не чувствую. Все-таки тактильность, пальцы человека достаточно чуть высокий, обладают свойствами, поэтому здесь я, по крайней мере, не чувствую выработки. Я не чувствую выработки вот здесь. Она, хотя визуально есть, как будто заполированность просто произошла. Не чувствую. Только вот прям совсем маленькую ступеньку чувствую, такую совсем децельную. Вот. Здесь не ощущаю. Поэтому вопрос в том, что применять тонкую пленочку, прям смазочке или нет, решать вам. Вот. И погрузаем здесь по слайдырочкам. То есть я вот, ну, по крайней мере, в очень хорошем состоянии. Еще опять повторюсь, нельзя ездить на этом вариаторе, особенно который 650, и долго 100 км в час. Вы просто ушатаете, вот эти они рассыпятся в труху от перегрева. Не хватает охлаждения. Ребят, все-таки давайте расходить от того, что XMR очень ограничено охлаждение, потому что как только мы достигаем большой скорости, происходит завихрение потока, и неплохое охлаждение вариатора становится. Все-таки он изначально сделан для других вещей, и не без красных прохватов. Если собираетесь быстро и долго гонять, пожалуйста, разбирайте систему штатную и переводите на какой-то хороший поток воздуха, чтобы проходил и хорошо охлаждался систем вариатора, иначе у вас будут последствия те, о которых я уже рассказал. Ну что, ребята, в целом, вариатор достаточно живыбельный, хорошо с ним все нормально делается. Ставить витеклинись или кататься на стоку, и тот, и тот вариатор хорош, но есть плюсы, есть минусы. Я рассказывал уже в предыдущем видео, которое вы можете посмотреть здесь по поводу сравнения вариаторов. Но скажу следующее, что вариатор CV 1000 легче, коленчатому валу легче раскручивать, у него нет вот этого дебильного конуса, который как у стокового есть, то есть очень хороший подрыв происходит. Вы на моих предыдущих видео тоже могли видеть, там как я случайно даже офигел от того, что как он мне наказал, стал на повышенной передаче, просто вот из-за того, что я нажал курок газа просто в упор. Ну что, по грузам, значит, я уже тоже показал здесь, грузы по весу, к сожалению, весов у меня нет, и произвести четко взвешенную в граммах, сколько они составляют, я не могу. Вот, ну, в принципе, ревизию я произвел, дальнейшую ревизию я уже буду делать после. Ремень в хорошем состоянии, я его тоже отмыл, то есть каких-то надрывов у него не наблюдается, то есть в целом он в очень хорошем состоянии, состояние ремней, ниток нигде не торчит, не вываливается, я произвел, что в целом тоже говорит о достаточно нормальной работе вариатора, я его не перегреваю, то есть, ну, все-таки, извините, опыт есть, недостаточно немаленькое понимание того, как техника должна работать или нет, тоже есть. Все проблемы все-таки, в первую очередь, мы сообщаем, что любой выход техники строя связан напрямую 90% непосредственно с владельцем, и остальные 10% это уже отказ техники, это достаточно допустимый нормальный процент отказа, я считаю так, ну, кто-то может быть иначе. Поэтому, посему, ребята, инспектируйте, смотрите, проверяйте свои узлы, когда достаточно пробег, если есть посторонний шум, на них стоит обратить внимание, смотреть. В целом все, спасибо за уделенное видео, оно уже затянулось почти на 10 минут, я в целом думаю пора заканчивать, ну, всем спасибо за просмотр, пока!